Я на самом деле хотел еще один маленький шажок прибавить к страницу. Значит, на стадии вещей, как мы говорили, мысль занята тем, что удерживает торжество чувства, удерживает торжество чувственной формы при переходе от одного свойства к другому свойству. От света к звуку. Это удерживаемое при смене свойств торжество чувства и называется вещь. Называется вещь. Именно в этом удерживании устанавливается отношение двух к одному. Поле общего многого к одному. И, собственно, вещь и есть отношение многого к одному. При переходе от цвета к звуку мы удерживаем форму чувства или удерживаем место, в котором этот переход совершается. Если отношение этого торжественного себе места к смене свойств является тем, что я называл вещь. Получив вещь, то есть отношение свойств к единству места или, собственно говоря, к единству чувственной формы, мы совершаем следующий шаг. Мы совершаем следующий шаг. Это познание мысли и себя заключается в том, что мысль выстраивает отношение тождества с собой. Мысль как таковая или, что то же самое, познание мысли и себя заключается в том, что мысль устанавливает и воспроизводит отношение с собой или отношение тождества. Мысль знает себя тем, что относится к себе. Это единственный способ, каким мысль может знать себя. Это отношение мысли с собой дает нам отношение предметов. Потому что мысль устанавливает отношение с собой, удерживая это отношение с самой собой. Следующим шагом, при удерживании этого отношения с собой, следующим шагом мысль удерживает, как и было в первом предмете, мысль, как и было в первом предмете. Вот так вот. Чувство. Чувство. Это символизирует собой смену не чувствовую форму, а смену предметов. Чувство. А здесь мысль удерживает тождество чувства перед смену предметов. Чувство. Чувство. На этой стадии, то есть на стадии вещей, мысль занята тем, что удерживает тождество чувства или познает чувства. Дальше заключается в том, что мысль познает себя, и это заключается в установлении отношения с собой. Так, именно так мысль может познавать себя. Устанавливает отношения с собой, чем самым мысль устанавливает отношения между вещами, потому что мы ухватили себя в этом настроении, в этом устанавливает отношения с собой. Мысль. Так же точно удерживает отношения тождество чувства при смене свойств. При смене свойств. Происходит как бы двойма. Сначала установляет отношения с мыслью с собой, затем, сохраняя отношения с собой, мы удерживаем в новом предмете тождество чувства. Получается, что предметы находятся в отношении тождества. Вещи. Вещи находятся в отношении тождества. Получается, ниже вещи находятся в отношении, в каком отношении тождество. Или в вещах мысль с собой и с собой. Мы получили, самое интересное, как я предмета говорил, мы получили отношение тождества вещей, Мы получили отношение к творчеству вещей без помощи Элли. Это точно такая же вещь, как эта, они находятся в отношении творчества. Или если это пометод, то обрез точно такой же помощи, как и пометод. Мы получили отношение к творчеству вещей без помощи Элли. Второй предмет является точно таким же предметом. Второй предмет является точно таким же предметом, как и первым. Вторая вещь является точно такой же вещью, как и первая вещь. Это есть отношение к творчеству вещей. А как мы помидоры и огурец отличаем, скажем, от стула? Я тоже на стул подумал, как не стахожу. У нас получается, что помидоры и стулы – это тоже овощи. Стул – тоже овощи. Да, у нас все получается овощи. Это вот в старый момент идея, что мы получили как таковое понятие вещей, а не овощей. Он остается действующим. Нет, мамуф – это технический вопрос. Ну давайте мы поговорим про следующий вопрос. Если есть только огурец, то вы тоже понимаете. Если взять помидоры, то я буду говорить. Они действительно один перец в другую. Есть еще огурец и стул. Просто пока что мы говорим об отношении тожености. И я забегаю вперед. Это иллюстрирую ситуацию, что этот предмет готовит, как этот предмет. Хотя они вообще не нравятся. И поэтому этот результат мы получаем. Если это что-то перепрыгнули, то мы получаем огурец, два совершенно одинаковых обещания. Или пока два одинаковых обещания. Важно, что мы получаем две иллюстрирую. Две иллюстрирую. Просто это такой вопрос. Проходите, конечно. Нет, просто вопрос об эйдосе, это же вопрос определенности. А вопрос о том, что любая вещь равна другой вещи, это же вопрос о понятии. То есть вопрос о форме, формальный вопрос. Формальный вопрос. В несодержательный смысле. Я почему заговорил об эйдосе? Потому что я не знаю, что есть такая вещь, как эйдосе. Эйдосе есть. В случае, как овощи есть. Да. Но эйдос подразумевает, что эйдос каждого конкретного рода, правильно? Да. Но эйдос нам нужен для чего? Эйдос нам нужен для того, чтобы эйдос овощей. Да. Потому что если они у нас либо помидоры, огурец и стул, и все это вещи, то у меня это свечи нет. Ну и нет у вас действительно это свечи. Потому что у вас все вещи. Ну то есть вы до понятия дошли вещи и все. То есть конкретизации этого этапа нету, где у вас есть овощи. У вас есть помидоры, овоцы, стулья, столы. А овощей нет. Поэтому вопрос об эйдосе здесь не может быть поставлен. Понимаете, да? Ну хорошо, русские автор, все равно. Что с которыми мы просто скажем? Мы просто скажем, что мы им им отношения тоже без створ. Вещи, и это отношения тоже без створ. Докируто непосредством эйдоса, а вот и это отношения тоже без створ. Мы сейчас меряю. Отношения мысля с собой. Если хотите называться эйдосом, то это отношения мысля с собой, а в ней. И так есть отношение мысли с собой, и есть отношение вещи. Отношение вещей без отношения другого. То есть получается, что сознание устанавливает отношение с собой каким-то способом, что означает одну вещь на другую. Или говорит, что она не означает одну вещь на другую, а говорит, что все вещи – это вещи. Все овощи – это овощи. Все вещи – это вещи. А меня это больше всего удивляет, что, по-моему, мышление изначально было тождество. Ему не надо никакое тождество устанавливать дополнительно. Мышцы говорили, что форма – это тождество с самого начала. Зачем тождество второй раз тождество устанавливают? Вот это мне непонятно. если форма – всегда тождество. Просто поопределим того, что такое форма. Да, потому что форма – это тождество, к которым становится все остальное, а именно предмет. – это изначальная наша предпосылка. – Да, так не будет. – Знаете, вот у меня, что… не то чтобы смущает, но странно. Смотрите, когда мы говорили, вы говорите об определении вещи, да, то определение вещи может состояться только в том случае, если у вещи есть хотя бы два признака. А понятие предмета может состояться, если есть только хотя бы две признаки. То есть вот они являются необходимым составляющим самого понятия предмета. – А предметы еще говорят? – Ну да, да. Вот это, когда вещи оказываются тождественны друг дружке, потому что мысль установила равенство с собой, да, то вот эта ситуация, когда они же тождественны себе в том числе, что они тот уже был предмет. Поэтому я тут вот различаю. Так что здесь, когда благодаря тождеству чувственной формы есть тождество самой вещи, а здесь благодаря тождеству мысленной формы есть предмет. – А что же тождественны друг дружке? – Предметом я называю ту ситуацию, когда, благодаря тождеству мысленной формы, тождеству мысленной формы выстраивается… – Оно не тождество между вещами. – А выстраивается тождество между вещами. И тем самым все вещи есть предметы. Ну, то есть просто понятие предмета. – Могу сказать, что все вещи есть вещи, не надо вводить. – Не надо этого вводить, да? Ну хорошо, просто я аж для себя, чтобы не путаться. Так вот, мне странно, что здесь нужно обязательно две вещи, чтобы получить понятие «вещи». То есть получается так, что… Ну иначе вещи будут равносвойства. И две вещи, чтобы получить понятие предметов. То есть четыре. Четыре свойства. Ну четыре свойства, да, да. Ну просто видите, если мы будем фиксировать определение понятия, да, то мы должны будем так и записать, что понятие только тогда возможно, когда соотносятся две вещи, усматривается их творчество, пополем на творчество мышления, то есть это просто следствие творчества мышления. И вот в этой ситуации только есть понятие предметов. Ну да, вы решили форума, только все слова, что можно написать, можно сказать, что по определению мысли – это тождество. Но в самом начале мысли было тождество, то есть радость у себя, актуальности. А здесь мы говорим об отношении тождества. Игорь Керапия отразил, вот за вашей курсу, собственно, короткая речь. Он каждый раз говорит, что установлено толщество мыши. Нет, толщество мыши было установлено на самом первом. Шагом было предпосылкой для всего движения. Потому что установлено было предпосылкой. Мысли актуально, предмет становится – это все, что мы приняли. Потому что мы ничего не приняли. Здесь установлено не тождество мыши, а установлено отношение к тождеству. То есть отношение мыши с собой. Это все в другом состоянии. Так вот, это отношение мыши с собой, соответственно, отношение вещей, как отношение к тождеству. Это то, что установлено. Для вещей нужно хотя бы два свойства. А для отношения к тождеству вещей действительно нужно хотя бы две вещи. Но мы не понимаем, что это проблема, что все вещи – овощи. Да, 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 конечно. В чем следующий ход заключается? У нас есть отношение тождества мыши, отношение тождества чувств, при том, что каждое чувство есть тоже сохранение тождества. Логически первым шагом было установление отношения тождества вещей. Поэтому чувства можно сравнивать, то есть свойства можно сравнивать уже не как свойства, не непосредственно, а через отношение к отношению тождества. То есть свойства можно сравнивать именно как свойства вещей. Не просто как свойства, а как свойства вещей. А получается, если скажем… Естественно, важно, что… Получается, что мы не можем, конечно, сравнить круглое с зеленым, но мы можем сравнить круглое с продолтоватым и красно-зеленым. Но это движение происходит именно таким образом. Я круглое беру как свойства вещи, продолговатое я беру как свойства вещи и сравниваю между собой не непосредственно, не как свойства или как качество, а как свойства вещей. Отношение тождества, которое сказывают вещи, обосстреливает собой, только через него мы можем сравнивать с разным свойствами. Поэтому мы говорим, что эта вещь круглая, а эта продолговатая, эта вещь красная, а эта вещь зеленая. Нет, то есть соотносятся свойства, а не места? Раньше же места соотносились. Мы говорили, что вещи – это место. А здесь соотносятся свойства, отнесенные к месту. Потому что мы уже выстроили построение. Отношение двух к одному, к одному месту, мы уже построили. Отношение двух к одному и месту тоже построили. Поэтому теперь мы берем свойства и через отношения. Тождество сравниваем со свойством, которое тоже сравнивается. То есть все-таки две вещи вместе не могут находиться. Две вещи нет. Две вещи нет. Тогда еще представьте, как нам было важно, чтобы понять, что это две вещи, чтобы было две, два свойства. Когда мы начинаем сравнивать свойства, мы можем обстригироваться от того, что на вещи должно быть два свойства и сказать, что у вещи одно свойство, вот такое. Скажем, скажем, что это два способа, а форма представлена в линии, отрезка. Что это, скажем, два стула? Что мы сравниваем эти свойства, там, то есть форму, не непосредственно, а качественно, в самом деле существующие, а отнесенные в предмет. Потому что все отнесено в предмет. Все это через предмет. Ну, скажем, это два стула, а это бесконечно. А все вместе, все в сети. У меня просто есть такая интуиция, что весь имеет бесконечное количество свойств. Ну, пожалуйста, я говорю, что только бесконечно. Если бы одно соотнесли именно через эти сетки вещи, то вы второе свойство думаете по бесконечно. Мне просто, если вещь имела бы конечное количество свойств, то это было бы понятие. Только бесконечное количество свойств делает вещь вещью. А конечное количество свойств делает из вещей понятие. Потому что понятие – это нечто конечное, ограниченное и определенное. А вещи, на самом деле, за то, что она реальная, она имеет бесконечное количество свойств. И потому она именно и не понятие. Нет, ну подожди, есть же такие предметы, как отрезки или как треугольные. Если мы возьмем конкретный отрезок, мы замучаемся показывать изгибы всех. Нет, нет, я понимаю, речь идет об идеальном предмете. Вот это и есть понятие. Идеальный предмет – это и есть понятие. Нет, не обязательно. И вот это вот сейчас же я замечаю как бы в сторону того, каким образом возможно в идеальном предмете наличие только одного признака. По поводу чувственных вещей, там необходимо минимум два признака, чтобы состоялось просто само мышление этой вещи. Но остается вопрос, а как возможен такой предмет, типа идеального предмета, у которого только один признак? И это возможно на этапе понятия? Проблема-то состоит в том, что нам-то интересно, что предметы реальные, а не идеальные. Идеальный предмет – это мышление остается внутри себя. Никакого чувства здесь нет. Я просто не понимаю, какой смысл тогда чувства говорить, если предмет – идеальный. Ну, мышление, мыслить там что-то и что? Вся проблематика вообще всегда возникает только, когда мышление пытается реальность мыслить. Я, как прошу, не строй, не идеальный предмет. Я просто пользовался принципом изменения просто простоты и умножения невозможности. Реальный предмет – да. Есть еще раз. Сначала устанавливается, логически, сначала устанавливается отношение к точнецам вещей, а затем каждое из свойств вещей сравнивается со соотносимым свойством другой вещи через фаселетского отношения к точнецам. И вот, например, между самими вещами. Поэтому получается, что это вещь? И на такой вывод получается. Эта вещь тонкая – это полеводоватая, эта вещь красная, эта вещь зеленая. Поскольку мы каждый раз сравниваем соотносимое, значит, получается общий вывод. Эта круглая – красная, а эта продолговатая, через эту серьезную вещь. Но центром сравнения является именно то, что мы берем свойства не самостоятельно, не просто сравниваем круглую с продолговатой, это поддержка красной, как свойства этой вещей. Красная, как свойства этой вещью, с зеленым, как свойством этой вещи. А как вы категоризацию научились сделать? Как вы научились сравнивать цвет со цветом, а звук со звуком? Мы давно научились… Нет, ну, когда мы непосредственно сравниваем, там нет проблем. Это понимание это да мы были научились цвет с… Я понимаю, когда мы занимались раньше феноменологией, это понятно было, а здесь две вещи, у них разные свойства. Как мы их соотносим? Просто опыт такой, что соотносится именно так и все. Мы получили весь и получили другую, точно такую решение. До сравнения свойств, до конечных свитов, точно такие вещи. Комидоры, вред, стул, консоль, неважно. Просто были места. Да, просто были места, находящиеся в отношении торжества между собой. И все. Но определение, опять же, выделение этих мест, этих вещей было сменено и отношение свойств. И теперь, после того, как мы установили отношение к торжеству, мы можем сравнивать свойства через отношение к торжеству. Чтобы быть вещью, здесь надо быть протяженной, почему? Ну, это место подразумевается здесь. Понятие места здесь указывает на пространственность. Ну так, и когда мы переходим к сравнению свойств, отношение к торжеству, где мы будем протяженность. То есть пятенку и шестенку мы с вами должны. Это же не вещи. Пятерка, шестерка – не вещи. Ну, почему, да, может быть, пять цветов будет, шесть цветов? Я не знаю, я не думаю вопрос. А почему пятенку и пятенку? На место-то нет. Нет, здесь же, конечно, места. Здесь же на место. В этом мире есть и чего-то пять, в этом мире и чего-то шесть. Я думаю, что могут стоить. Ну, это пять цветов. Пять цветов и пепешков. Если есть пять цветов и пепешков, тогда мы можем стоить. А пятенку шестерка – нет. Ну, пятенку шестерка, конечно, нет. Если это еще не уровень вещи, а еще, то мы с расчетом тоже забрались уже аж три месяца назад. Считать мы умеем давно. Зачем? Я еще одного там насказанного настости монаром. Это же понятие. Ты каждый раз предлагаешь сравнивать понятия, а не вещи. И теперь уже, поскольку у нас мелькают здесь разные, раз мы получили в принципе логическую возможность, логическую схему, сравнивать свойства разных вещей. То есть, сравнивать свойства вещей, находящихся в отношении творчества, между собой, сравнивать свойства вещей и находящихся. То есть, все-таки быть вещью – это быть вещью, я чувствую, быть протяженной вещью. Но место, что ты хочешь? Это как присутствие, понимаешь? Вот есть некое присутствие – место. Здесь не конкретизируется, что оно пространство, математическое. Иначе нельзя. Без места никак, да? Быть вещью – это значит стать протяженным. Да. А протяженность она берется откуда-то из вне, и иногда чертуируется вот этим вот так. Ну, протяженность мы получили, опять же, когда-то получили пространство. Да? Пространство – это уже как бы протяженность. Пойдем протяженность – пространство одно и то же. Смотрите, какую-нибудь спину. Ну, конечно. Так что мы когда-то получили уже пространство… То есть она берется откуда-то из другого места? Из другого построения пространства сюда приписывается? Ну, пространство – это у нас было соотношение свойств. Когда разные свойства относятся, они образуют пространство. Да. Они даже еще некоторые свойства определены. Разные свойства. Потом это пространство. И мы ничего к нему не добавим. Это не такое пространство. Пространство совсем недавно появилось, не откуда-то там давно-давно, а вот сейчас, да? Ну, да. Когда различия качеств… Угу. Еще не было определенным различиям, но как было различиям качеств? Потому что еще не веришь бы от света отличать. Тогда появилось пространство. И ничего к нему не добавим. То есть пространство – это форма… Форма данности. Форма существования вещей, вечности вещей. Да. Форма данности. Форма существования. Форма существования. Форма существования вещей. Мы просто ее несколько разверлили и обогатели. Сначала они определенные, а также там определенные, а также… Теперь уже отношения вещей. Облаздающие удачи. Но чего здесь нет? Понятно, что раз шевелька это мыслили, пожалуйста, мы можем сравнивать столбы с продолговатым окрасом с зеленым, и громкой стихи, то мы уже мир строим. Ровный вид. Я потом пришел по одному слову, что мы тоже хотели делать. Потому что это уже все равно. Самое простое слово – это вот два скула, это две скамейки, но все вместе – это сиденье. То есть есть рот, вид, но все это не имеет нюанса. Нет, до рот и вид мы еще не дошли. Ну а чего? Сиденье? Если одно что-то. Понимаете? Не надо ослепить. Не, ну вам нужно, чтобы рот и вид… Разве вы это сравните с этим, это сравните с этим, ну давайте возьмем одну. Так это и есть эйдес – это рот и вид. Ну рот и вид – определенный рот и вид – это и есть эйдес. Нет, у нас нет. Не, ну как… Соотношение мышления с самим собой – это понятно, это не эйдес. Но рот и вид – это эйдес. То есть определенность некоего вот соотношения мышления с самим собой, какого-то вида рот, допустим, овощ, да, это уже эйдес. Ну так по определению эйдеса что такое? Значит, сначала по определению эйдеса – это эйдес, то есть мы говорим, что это вещь и эта вещь. Потом мы говорим, что эта вещь такой длинный, эта вещь такой длинный. То есть сравниваем свойства через отношение тоожество между вещами. И мы называем это и это стульями. Ну как это мы называем? У вас получается какой-то эмпиризм. То есть увидели, что стулья и то, и другое стул. Значит, есть род стулья. Это же эмпиризм. А хотелось бы это все-таки, чтобы как-то это было обосновано? Это именно так и буквально. У нас нет эриса стулья. Увидел два слова, а вот тебе история. Не, ну может вот сущего эйдеса и нет, как у Платона. Но можно же мыслить эйдес, который в голове человека? Да головы тоже нет. Ну в смысле, который в мышлении. То есть эйдес как некая определенная мысль, мышление. Как род и вид. То есть все-таки Фомошара делает мельмейку? А не Эйдес Миди делает мельмейку. Фомошара. А, да. А не Фома Миди делает мельмейку, а Фомошара делает мельмейку. Не, просто эйдес есть определенного рода форма. То есть форма понятия более широкой, чем эйдес. Я только не понимаю, зачем нам бороться с эйдесами, если получается, что у вас эйдесы есть. Как род и вид. Зачем с этим бороться? А мы не… Да мы не смеемся нифига. Еще раз. Нет, но не в платоновском смысле эйдесы. Конечно же не сущие эйдесы, но это не отменяет, что эйдесы могут существовать как мысли, мышление? Нет, мысли мы не отменили пока. Как определенные мысли и мышление. Как род и вид. Для нас вещи… А почему эйдесы отменили, кстати? Это и есть эйдесы? У нас… Ну, поскольку, говорили, что эйдесы, мы их классифицируем. И мы классифицируем. Раньше мы просто говорили, что есть отношение то же между вещами и вещами. А теперь, поскольку замехали свойства, и мы научились их соотносить через отношение то же с вещами, то есть империзм, просто чистый империзм. Увидел две одинаковости, значит, как бы им соответствует некая там, некая общая. А одинаковости… Как сказать? Эти два стула одинаковы как понятия. А понятия выдается отношением только с той мысли. То, что они… оба стула, это, наверное, не видно. Ну, смотрите. Раньше, знаете, как было у нас? То, что два стула стулями являются, нужно было усматривать эйдес стула в каждую из стуль. Помимо чувственных данных, эти чувственные данные организуются в нечто определенное, как стул, только благодаря эйдесу стула. Так вот у вас… То, что вы говорите, мышление равно самому себе, это и есть… Если брать его в некоторые определенности, например, в определенности стула, то это и есть некого рода эйдес. Мышление, равное самому себе в некой определенности, скажем, в определенности стула, это и есть эйдес, который равен самому себе. И когда мы видим… Мы видим стулья только потому, потому что мы одновременно мыслим эйдес стула. И поэтому в каждом стуле опознаем стул. В эйдесе, что стула, что скамейки, что овощи, что полосы предъявлены, мы видим ничего, кроме отношения тождества мысли с тобой. Не различаются как эйдес. Не, но есть… Есть абстрактное тождество? Отношения тождества? Это просто… Какая-то, как эйдес. Это не мусор штул. Я бы даже хуже… Но содержание-то разное. Я бы даже балладывал. Я бы еще даже хуже бы сказал. То есть у тебя получается не в том, что у тебя есть некий эйдес, и поэтому ты видишь там стул и здесь стул. А из-за того, что ты видишь два стула, ты видишь то, что ты называешь стулом как таковым. Эмпиризм. Это эмпиризм. Ну, в чем мне плохого-то? Ну, никакого смысла нет. Для того, чтобы… С точки зрения единической теории, для того, чтобы ты увидел стул, ты должен иметь для этого стула. Значит, ты его не видишь. Да. Здесь не так. Это идеализм. Видишь из чего-либо другого этот стул видишь. И ты видишь второй стул на трех ножках. И после этого ты имеешь то, что называется стулом. А как ты видишь… Ну, это, наверное, называется процесс абстрагирования и называется эмпиризм. Да нет, это не процесс абстрагирования. Это вот сам по себе. Вот из того, что ты видишь, что перед тобой две вещи, у тебя возникает стул. Знаешь, в чем проблема такая? Проблема стоит, то есть сами вещи друг другу тождественные, а не мысль делает их тождественными друг другу. То есть есть сам по себе мир, сами по себе формы. И вообще вся эта тождественность есть в самом мире. Только в этом случае можно утверждать, что мы можем что-то абстрагировать и вывести из них общее. Ну, в общем-то да. По той простой причине, что действительно у самих вещей есть и красные круглые, и зеленые подобные. Только в этом случае эмпиризм работает. А если у нас изначально все существует тождественное только благодаря форме, благодаря мышлению, то мы не можем так говорить, что сами стулья, не можем абстрагировать из самих стульев это понятие стул. Получается, что вот так? Что мы знаем? Да, что и… А? А? Ну, мне интересна такая штука. Смотрите, вы говорите, что только отношение тождества дает основание для сравнения качества. Конечно. Одного из качеств. Но тогда вот у меня такой вопрос. А если основанием для сравнения является отношение тождества этих двух предметов, то каким образом мы обнаруживаем различность качеств? Ведь это нам говорит о том, что предметы тождественные? Ну, мы уже выстроили здесь отношение двух косамок. Т.е. каждый предмет может возникать двух к одному. Весь компании – каждый предмет восстановит… Каждый вид был построен сначала как вещь, т.е. как отношение двух к одному, как нового к единству, а затем установлено отношение тождества между вещами. И сначала у нас отношение тождеств между вещами, захотелонические межфера, а затем мы сравниваем свойства, именно как свойства этих единств. То есть конкретно чувственные свойства, они все-таки, основание их прикладывать друг к дружке дает понятие, но понятие не отменяет их конкретную чувственность, которую мы прикладываем друг к дружке и видим разницу. То есть просто вот это вот отношение тождества мысли дает нам только право приложить одно качество к другому. Да, потому что на этой стадии мы качество травим, как свойство и качество. И просто вот как бы простое наложение показывает нам различие в этих двух качествах. Да, потом говорит этот стул и этот стул, потому что сначала мы считаем, что кроме отношения тождества эти вещи и все не делали. Ну да, этот повыше, тот пониже. Так дело же, проблема состоит в том, что то, что вещи и тождественные в этом-то никаких проблем нет, это можно обосновать. А как обосновать, что стулья конкретно тождественные? Ну, этот вопрос, ну, следующий вопрос, мы сначала устанавливаем, что все это, идиение, и это, и это, а потом решаем, это называют стулом, а это... Да, это понятно, вы просто в родовидовое как бы упираетесь в родовидовую иерархию. Это все понятно, но откуда она берется, эта родовидовая иерархия? Как мы ее понимаем? То есть либо мы ее берем из того, что просто видим вовне ее, то есть мы видим стулья, видим там скамейки и так далее, а потом их как-то организуем и понимаем, как в виде понятия. Либо у нас служил заранее, существует это все в виде эйдосов, и потом мы уже, поскольку у нас эйдосы есть, мы можем видеть стулья и скамейки. Мы про это, как мы знаем, что вы думаете. А вопрос еще тогда, сразу же. А как какие вещи мы можем взять? Скажите, какие. Почему? Взять первые же тремя вещами строить отношения? Отношения тоже. То есть мы можем не только между двумя вещами, но может быть тремя, четырьмя, пяти. Да, если мы удержали это отношение и построили изменения. То есть все-таки мы можем между небольшим количеством вещей обрабатывать отношения в божество. Крутые мы. Так уже показывали, что были такие старые годы. Вопрос в чем состоит? Если правильно формулировать. А когда у вас будет 8 предметов, то люди думают, что мы с ними сделаем на 3 части, на 3 части. Я понимаю, да. Если их много, то тогда вы можете их положить, как хотите. Совершенно неизвольно. А что называется родом? Родопись обновляется целым. 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 Это скамейки. Это целое сиденье, а вид эта часть, к ней и вступили. Нет, ну просто переход от понятий и вещей к роду и виду я не вижу тут обоснования. Я вижу только, что вы их нашли, как бы, вот увидели, что есть род и вид, и все. А как они получились, я не понимаю. А я объясняю как, целая, это часть. Когда у меня 8 предметов, этот красный круг, этот зеленый круг, этот зеленый круг, это такое, если у меня 8 и 10, то если ты там просто, одно и то же, это все предметы, два это, красный и круглый, этот зеленый, почему-то зеленый, продолговатый, потому что, как говорится, что попало в сеть. Тут еще какой-то, я говорю себе, вот у меня из 8, 8 вещей, на которых я рассказывал, что они вещи, а также знаю, что эта вещь круглая и красная, а эта долговатая зеленая, а еще 5, какая, и всего 9. А также я говорю, ну давай-ка я, вот зачем я произвожу, 100 летит, вот, 100 летит, просто, какие бы я знания не нашел, я просто, это целая зеленая часть. У меня целые вещи, у каждого из которых по 2 свойства, а вот у меня 8 свойств, в остальных 4. И я просто целая зеленая часть, как хочу. Не надо, не надо, не надо, не актуально, по 6 египетам, пусть они вообще не просто вещают. Не хочу я ничего удивить, ведь. Вещи находятся, мне важна логическая ситуация, вещи находятся в отношении тождества, и вещи обладают свойствами, которые сравниваются через это отношение к тождеству. Сначала отношение к тождеству вещей, затем сравнение вещей по свойствам. И тогда получается, еще раз повторяю, трогий вид высшего рода, низшего рода человека целого и честь. Сиденье, камень и культура. Или просто 4 раза сиденье. Все равно деление целого на части. Знаете, чего здесь нет? Очень интересно, чего здесь нет. При построении отношения к тождеству вещей нет и египетства. Мы построили отношение к тождеству вещей, не пользуясь египетством. А при сравнении вещей нету отношения свойства к вещам. А есть сравнение свойств, принадлежащих разным вещам. Нету ситуации, что тут круглое отнесено к вещам. Настолько красное отнесено к вещи. Другая ситуация. Круглое отнесено к тождеству сказалиreibt 언�авада, и это соотнесено соответственно соотносительно отношение к вещам. Красное отнесено к зеленому, и это отношение соотнесено посажено на отношениях творчества между вещами. А обычного злозоцкого рассуждения, как у Гегеля, вот есть кусочек сахара, он круглый, прямоугольный, сладкий, белый, обычного долгостроения, когда вещь относится к схожеству, отдельно. Это статичная вещь относится к схожеству, в общем, то, что сбор не будет, на которой повешено. Вот этого тоже не оказалось, это не менее интереса, чем относится рейдос. Вообще странно, то, что нет отношения вещей к свойствам, это у меня как-то в голове не обладает. Когда мы строим вещь, есть что? Отношение вещей, свойств к вещам, свойств к вещам, приход. А отношения свойства, как у Гегеля, какие-то, что-то, как у Гегеля, белый, сладкий, прямоугольный, очень необычно, да. Такая вещь, как друг от друга. А когда мы не будем ходили вещь, а этот круглый, а этот надолговатый, то мы, ну я это уже сказал, это сначала разный свойств, означающийся к разным вещам, и только так получаем ситуацию. А что дальше по поводу этого можно сказать? Я не могу. А вот так бежит, все. Я признавался, что я вот еще пару ходов сделаю, на такой случай, что на Гаге. Нет, понятно, что там есть, память, воображение, думать, где делать. Система не закончена, это смешно. Но пока у нас такая вещь. У меня маршрур необычно. Все от самого начала очень необычно. Как-то темнота не дает перехода, смотря в свет, не дает света. Вот, все совершенно не перегосяк, ничего плохого уже нет. И здесь продолжается. Эйдоса в руке нет. А как без стул? Нет, просто без эйдоса. Говорят, что эйдосу дают такой же стул, не имея сущего стулу. Кто тогда пробовал, говорить иначе? Но и стателек там? Ну да. Сказал, форма актуальная. И здесь тоже. Нет. Ситуация, которая показывает, что совершенно неожиданная. Свойства не относятся к вещам. Разные свойства, разные вещи. Находящие отношения к творчеству. Очень непрерывчиво. Какая вещь отличается друг от друга чем? Стандартный ответ – свойства. Так, значит, свойства относятся к вещам? Нет. А что же к вещам не относятся? Вещи отличаются из свойств. Дальше,irit? Свойства к вещам не существует, Говорят, что ваши свойства не существуют. Дальше. Иначе Существовать такy Сначала изначально То есть у Гигеля откуда возникает свойство? От сравнения вещей. Две вещи сравниваются друг с другом и в различии возникает свойство. Свойство как способ отвлечения вещей. Нет, там, по-моему, Гигеля немножко другой ход. Вот то рассуждение, что предмет сам по себе это нечто определенное. Получает некоторую определенность. И вот эта определенность может вступать в отношения со своими свойствами. То есть предмет не пустое место. Нет, там предмет одно. Вот так там буквально говорится. Предмет одно. То есть не предмет, а вещь. Вещь это нечто одно. Ну понятно, да. Это исключительно мысленная, но все-таки определенность. А тут, Олегу Михайловичу, получается, что вещь все-таки вне одно и пустое место. А сказать пустое место и сказать одно, это не одно и то же? Да думаю, нет. Все-таки пустота это не то же самое, что... А рот и вид, это тоже очень необычно. Рот и вид, это целую часть. Просто там перемирает целую часть. А тогда еще другой вопрос. А бывает два комбината? Ну да, тут не два одинаковых. Да, но так оно и дело. Что двух помидоров не бывает, получается. Хорошо. Получается, то есть один ярко-красный помидор, а второй баяльно-красный. Или наоборот. Один продолговато, а второй... То есть получается, что двух абсолютно идентичных помидоров не бывает. Абсолютно идентичных помидоров не бывает. Но это вообще не гибридурия. А в физике же есть. Это, в общем, даже существенно. Принципиально эти частицы между собой не различаются. Принципиально. Ничем. Никак. А там какие-нибудь векторарии их не определяют? Ну, их положение постараться только определяют и все. Ну, это равнодушно к самой вещи. Да. Ну, тогда, наверное, зачем ты не бегать? Нет, ну, вообще-то здесь тоже так же. Они отличаются. Прежде всего, место. Ну, в том-то и дело, что нет, понимаешь? Что получается, что не бывает двух одинаковых помидоров, лежащих в двух разных местах. Не бывает. Получается, что бывает только вот, что один легкорезревший, другой недозревший. Нет. Они находятся в отношении дождьев, поэтому, кстати, они тоже были, как мышцы, да? И действительно разговорятся. По-моему, это... И этот стул, это точно такой же стул. Потому что у нас присутствует, но у всех присутствует. Да. Но при этом, для того, чтобы этот был стул, это точно такой же стул, они должны чем-то отличаться. Количество множества. Да. Для того, чтобы сказать, что это овощи и это овощи не должны быть... Это и это овощи, не дождьевшие. Ну, вдруг как овощи. Но, с другой стороны, они должны чем-то отличаться. А с упоминанием, так как с одинаковыми, или с полностью одинаковыми студией? Ну, еще-то как... Вещи одинаковых не существует по определению, если это вещи. Ну... Потому что они находятся хотя бы в разном месте. То есть, как вот так бывает? Вот я и говорю, что они... Они могут... Вещи могут иметь одинаковые свойства. Второй недозревший. Ну, сами точно так же. Да, девочки... А как тогда у вас образуются рода-то, я не пойму? Если нельзя два стула... Увидеть, что два стула одинаковые стулья, то и род стульев не возникнет. Угу. Да нет. Род-то... Ну, блин... Они же все предметы. И в этом смысле они едины. Это... Это... Это самое... Это самый большой род. Игорь спрашивает... Что все вещи... А если предметы совпадают своими качествами? И что... Да что тут... Ну, и совпадают они, и что... Они место имеют разное. И они все равно, значит, разные вещи. Место разное, а качество одинаковое. Проблем никакой нет. Что-то я не вижу проблемы. В чем проблема? Точно так же, как два стула. Как мы определяем род стульев? Смотрим два стула. Они одинаковые. Нам нужно, чтобы у нас возникло отношение двух различных свойств, двух различных вещей. Понимаешь? Потому что, почему свойства есть и мест��? Сначала устанавливаются отношения тождества с места. Тождества есть. Но для этого должен быть обязательно различие свойств. Почему? Чтобы у тебя был стул... Не отунимайся! А как бы так просто? Подожди. Тème. Только я только что пытался сказать, что свойства относятся к вещам... Что? Есть отношение. Правильно. Значит, одинаковые свойства или разные никакой отношения к вещам не имеют. Как у или иной смысл может иметь то, что свойства не относится к вещи. Значит, вещи определяются не своими свойствами, а определяются свои места. Свойства относятся друг с другом. Свойства различных вещей относятся друг с другом. Обязательным условием этого построения должно быть, чтобы в отношении какого-то свойства эти вещи отличались. Правда же? Двух одинаковых помидоров, находящихся в разных местах, не бывает. Помидоры всегда немножко разные. Честно говоря, ваше построение вообще не понимаю. Оно какое-то странное. И, по-моему, непоследовательно. Что у вас к чему относятся? Я вообще не понимаю, что такое вещи. Как-то свойства отдельно висят, места отдельно висят. Почему-то рода и виды, как-то необоснованно, тоже отдельно существуют. Как все вместе соотношения? Вещи, вещи, вещи отношения свойств. Ну, а рода и виды? Откуда род взялся? Да, откуда? Откуда? Если не будет одинаковых вещей, то не будет родов и видов. Нет, род и вид — это гипотеза китайского императора. Да дело не в этом. Дело в том, что рода и виды возникают на фоне того, что существуют одинаковые вещи. В чем-то вещи одинаковые, на фоне этой одинаковости возникают рода и виды. Если не существует одинаковых вещей, то и родов и видов тоже не существует. Да нет, зачем вам? Вот, помидор круглый и красный, а огурец живеный продолговатый. Да, да. Они овощи, наверное. И даже просто вещи. Одна вещь такая-то, вторая-такая. Это не уменьшает анализу отношений к тождеству на уровне того. И только имея это отношение к тождеству, то можно вообще сравнивать круглое с продолговатым. Значит, нам не сравнивать сначала отношение к тождеству, потом отношение к красному. Иговарий, что у них обязательно зеленый. Если они не должны быть другого круглого. Это эпиризм. Это, как раз, эпиризм. Это, наверное, не весь диспотребный. У нас предстоятельно отношения к тождеству. Я так понимаю, что ситуация редкальная. Она не в том дело, что они необязательно раздавать оба круглых котла. Дело в том, что они не должны быть оба круглых котла. Вот в чем дело. Для того, чтобы у нас были овощи. То есть у нас единство состоит в тожестве, единство у нас оказывается в различии. Ну, так же и в обычной единической концепции. Существу как-то, все остальное, это именно в его тожестве, в различии. Нет, в обычной единической концепции там как раз все достаточно просто. Тот помидор и этот помидор, поскольку они хреницы общие, значит они между собой, они оба помидора. Проблем с этим нет. Но здесь проблема на лицо. Проблема состоит в том, что у нас единство обнаруживается только благодаря различию. Тем, что красное это не зеленое, а продолговатое это не круглое. Только тогда обнаруживается различие получается. Только тогда тоже, конечно, только через различие. Поэтому двух одинаковых помидоров получается не бывает. Благодаря чему-то. Так, ну ладно, так место для нас вообще не показательный. Не, ну по-моему вещи, и надо понять, что такое вещи. Если вещи, это определяется местом, то вещи всегда в разных местах. Точно так же, как и электронные. Они одинаковые по сущности, а находятся в разных положениях пространства. И тем самым они различны. То есть все-таки два одинаковых помидора бывают? Может быть так, но бывает, как я придумал. Когда было два звука, мы обсуждали по поводу ситуации, два звука совершенно одинаковых. Поскольку пространство уже есть, правило говоря, что два совершенно одинаковых звука, сколько туда не примеет, а вы скачетесь. И почему бы и нет? Да, Сергей Завченко выступает здесь как одно из свойств вещей. Хотя почему бы и нет, потому что одно же полноклата, а второе клуба. Ну конечно, до сих пор мы вообще получили пространство, но уже все в пространстве. Ну да, тоже. В случае, у него бы не было пространства? Нет, нет, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!